Фестиваль В этот раз постарались все эти нюансы исправить. Вместо одной кассы работают 4 кассы, вместо 10 участников еды 25 участников еды. Несмотря на то, что вход был платным, желающих отъедать продукцию мариупольских поваров нашлось немало. Кроме 25 кафе и ресторанов, представивших свою продукцию, на территории расположилась детская зона, выставка ретро-автомобилей и арт-локация. Местные мастера представили свое творчество – картины, детские игрушки, мыло, свечи ручной работы, а также сувенирную продукцию с новой символикой Мариуполя. Представители локаций с блокнотами и сумками ручной работы отметили – они пытаются призывать мариупольцев отказаться от полиэтиленовых пакетов. Да, непосредственно мы против пластиковых пакетов, потому что срок переработки колоссальный, и мы хотим впоследствии вводить или присоединяться к акции «Стоп-кулек» и вводить нашу продукцию в оборот. Посетители не скрывали, что такого рода мероприятия они ждали давно, а вот ценовую политику в Мариупольце оценили по-разному. Наконец-то что-то в городе проводится, да. Ну, вы ждали таких? Да. Постоянно люди и социальный круг, да, всем нужно какое-то веселье. Цены как вам? Цены вполне доступные, то есть, ну, для любого жителя может прийти… Для любого? Ну, как, не для любого, там, если кто не работает, то, понятное дело, будет сидеть голодным. Нормальные средние. Не, ну, вполне нормально, то есть, лично для нас вполне доступные цены. Ну, в общем, мы просто знакомы с многими ребятами и решили прийти сюда, посмотреть, что у них есть здесь и что они представляют здесь, и все. Ценовая политика как вам? Дикая. Дикая. Я считаю, правильно такие фестивали делать, нужно, чтобы люди видели, производители, чтобы люди видели, что есть в городе. Ценовая политика как вам? Дороговато. Да нет. Ценовая политика, в общем, я считаю, очень приемлемая, приемлемая. Организаторы отметили, третий фестиваль уличной еды они планируют провести уже в конце лета.